Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове ищут застройщика для новых чистых прудов. Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории вдоль перспективного проспекта Липатникова за микрорайоном «Чистые пруды». На площади в 53 гектара в течение 20 лет построят новый микрорайон. Помимо жилой застройки, там будут размещены школы, детсады, медучреждения, объекты физической культуры и спорта, участковые пункты полиции, отметили в Министерстве строительства. Заявки принимаются с 27 мая по 26 июня. Итоги аукциона подведут 1 июля. Причиной инфляции в Кировской области назвали перенос издержек производителей в цены. Отделение Киров Волговятского главного управления Банка России опубликовало комментарий об инфляции в Кировской области в апреле этого года. По данным регулятора, в апреле годовая инфляция достигла отметки 8,84%. Это на 1% выше, чем в целом по России. Во многом на рост цен повлияло увеличение издержек производителей. Их бизнес закладывает в итоговую цену товара. Производители переносили в стоимость своей продукции ранее возросшие издержки на оплату труда и импортные комплектующие. Поставщики тоже переносили в цены рост расходов на доставку товаров из-за рубежа. В результате ускорился годовой рост цен, например, на электротовары и другие бытовые приборы, отмечают финансисты. В эфире экономика. Кировская область попала в тройку регионов с самыми выгодными ценами на гостиницы. Средняя цена за ночь в отеле – 4400 рублей. Отели в Кировской области бронируют в основном на две ночи, а горизонт бронирования составляет 15 дней. В самом Кирове средняя цена за ночь в гостинице – 4300 рублей. Такие данные приводят эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия». Также в топе регионов Чувашия и Саратовская область, Республика Удмуртия и Архангельская область. В прошлом квартале этого года лидером по самой низкой стоимости по проживанию была Еврейская автономная область. Средняя цена за ночь в гостинице там составляла всего 3200 рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.